Деловой центр, ну попросту DAS2 можно его называть, проапгрейдженный. Ну что ж, я готов, команды тоже, в принципе, все готовы. Да, Гетаганка уже рэдит, меняют карту и сейчас начнется лютая, а может быть и не очень, заруба на DC. Конечно, все ставки на ROCKSKIST, но мы ждем какой-нибудь мощной игрой от Гетаганка. Они сегодня уже нас удивляли, смогли на Митауне немного побороться, 10-7. Диман, привет Пчеле, всему Гетаганку передает тут в чате сервера, да, окей, отлично. Ну, в принципе, я уже давно готов, парня, просто забыл нажать рэдит. Да, можем начинать, Готхан, привет любимой и маме. Самое главное, маму не забыл. Ну что ж, понеслась вторая карта, деловой центр, ROCKSKIST против команды Гетаганк. Это все тот же финал 10-го сезона в номинации Point Blank. И чемпионы мира лучшей команды СНГ, команда ROCKSKIST играет против лучшей украинской команды Гетаганк. Что происходит? Беда. Так, смотрим за первым раундом, пока без размена. ROCKSKIST, кстати, атакуют, да, напомню, за щите играют Гетаганк, ну и понимаете, что для даста можно отлично атаковать. Ну вот сейчас посмотрим, что придумают парни. Да, только точки, вот вы, кто ПБ не смотрел до этого, называют, ну АБ, а Б это А, местами поменяли название. Ну, в принципе, то же самое. Готхан ставит минус в центре, в коробке, забирает Тоса. Плюс один для ROCKSKIST и пошло движение сразу же на карте, сразу целая серия смещений, стяжек. Все, бомба стоит, уже дымится вся Альфа и уже ROCKSKIST принимают в гости Гетаганков. Да, вот сразу после первого минуса моментально перестроились и за три секунды оказались точки всей команды. Практически парни из команды ROCKSKIST. Ну, отличный тимплей, конечно, отлично они играют, но на самом-то деле именно эту карту DC можно с ними бороться. Хотя вот многие команды вот за что боролись, на то и не напоролись. В итоге все научили ROCKSKIST классная игра, здесь DC мощная и все может быть. 3 в 3 ситуация, 3 в 3, мало времени, надо уже что-то делать, нет, вмешаться, просто минус 7 за одну секунду, минус 3 происходит, 1-0 в пользу ROCKSKIST. Начало миссии. Отличное начало. Ну и тишина. Разведка боем, так и называют, дефолт на... Вообще не на всех картах в ПБ. Заметили, заметили. Поджим длины. Прогнали, по-моему. Ну, ладно, давайте смотреть за продолжением. ROCKSKIST медленно-медленно комбинирует раунд, пытаются сейчас оценить все позиции, собирают инфу, как только у них будет хватать информации, они сыграют свой раунд. Можем отлететь пока, посмотреть, что они... Что они затеяли. Опа! Минус 1, избитая маска. Причем не очень успешно стрелял Тос. Есть минус от Найса, минус от Ксита. Втроем. Втроем против четверых остаются ROCKSKIST. Еще минус 1. Да, шутган бешеный. А вот тут закончились патроны, пытался порезать колбаску, не получилось. Минус от God Hunt. И God Hunt 1 против двоих в атаке. Вот такие вещи можно вытворять. Минус от Димана. Хэдшот ставит God Hunt 1-1. Отыгрывает раунд. Гетоганг. Вообще, может быть, плотная борьба. И очень интересная игра. Спокойное начало в раунде. Минусов. Лишь их не было. Аркад тоже, где-то ганг не поджимали. Ну, в принципе, здесь очень так же, как и в Кси. Можно агрессивно защищаться. Вот последний сезон мы уже наблюдаем агрессивные аркадные раунды от защиты. Бывает такое. Вот как раз, как сплит с мидла СБ делают обычные игроки в КСе. Вот, в принципе, такой же сплит. Чаще и чаще появляется в поинт-бланке. Ну и, опять же, очень много схожего. Ладно. Хватит проводить аналогии. У нас сейчас очень интересный может получиться раунд. Выход на Тоса. Касса одного забирает. Ксит на размене. Сейчас будет жесткая война, наверное, на Альфе. Дымится точка. И уже пытаются пройти, наверное, Раксы туда. Сейчас увидим, делают они это или нет. Бомба установлена. Готхант минус липучка. Была инфа, что ставят бомбу. Но ничего, пока что с этим не смогли сделать. Гетто-ганг. Четыре против троих. Против двоих. Все. Уже зажимают мидл. Минус два от негатива. Остается у нас один димант против четверых. Но тут без шансов. Тут без шансов не вытащить. С поставленной бомбой. 23 секунды. Ну, как бы можно попробовать. Но, наверное, не получится. Да. Трое на центре. Минус от Радагаска. 2-1 за Рокскиз. Они впереди на один раунд. И пока снова все под контролем. Начало миссии. Чемпионские команды. Ого. Попали. Липучка минус негатив. Радагаск поймал сразу на размене на длине липучку. Тут вообще такая поджим длины от атаки был. И тут и защита было много игроков. Посмотрите, какая война. 3-3 вроде бы как, да? Смотрите, плеерс бар. Там все более детально написано. Не могу говорить уж много информации. Минус от Димана остается у нас. Ох ты, Найса на бочке взорвал. Радагаск. И отвернулся. И сразу тайминг. Тайминг сейчас неудачный для Найса. 2-2. Диман. Мерси. Радагаск. Минимоби. Ну что, снайперы. Ауг и 2 Ауга остаются. Ну что, бомба поставлена Раксами. 2 на 2 ситуация. О, какой зажим от Минимоби. И законтролил. Законтролил. Разброс. Четко перевелся. И с четырьмя холсами сделал минус 2. Долго. Долго он халдил на длине. Зашел в спину. Ну и немного рисковали. Потому что если бы убили человека в планте, то уже Минимоби, конечно, бы не успевал там никак помочь своей команде в этом раунде. И там попросту бы раздиффузили бомбу. А так 3-1 за Рокскиз. И снова они давят. Давят своих соперников. Ну, опять же, обе команды были в одной группе. Были в группе А. И напомню, что в группе как раз. Вот после того, как Рокскиз проиграли свой первый тур команде Майн 2. 1 по картам. Следующий матч они играли с Гетаганки. И тогда уже... Они просто злые. И... Не знаю. Они даже очень злые сели играть этот матч. И выиграли. 10-1, 10-2. Ну, в финале уже посложнее. Вы уже видели первую карту. 10-7. Ну, пока тихо. Вот он. Только я сказал. Минус от Ксита. Где это было? Где-то в ЦКФ, что ли, дали этот минус. Позиционно, конечно, Рокскиз играет просто отлично. Опять же, к сожалению, не могу я все говорить. Но... Тут и понятно, что просто после первого минуса большинство отлично отыгрывает. То зарезал негатива. Где-то на карте минус от Ксита. Минус Мерси. Большинстве Рокскиз. Бомба стоит. Минус от Ксита. Где же он тут всех принимает? Где-то перед Парычем положил. Уже двоих. Липучка и Тос остаются вдвоем. Минус от Мини Моби. И все, нашли последнего Парыч. Минус от Липучки. Двое против одного. Липучка. Ну, давай, дружище, посмотрим. Может быть, Мовик будет. 14 секунд. Экшн. Экшн нужен. Да, здесь рыбы нет. Минус от Мини Моби. Да. Мини Моби. Липучку забирает. Нет, не хэдшотом. Ну, в общем, вообще 4-1. И как-то жестко играет Рокскиз. 6-2 по Урдагасской. 6-3 у Ксито. 5-2 Мини Моби. 4-3. Готхант. Негатив 2-4. Мерси 0-5. Вот не очень приятная, наверное, новость для игроков Гетаганка. Их снайпер пока что без фрагов. Тос поджал длину. Успел выйти. Первым не видел его Готхант. Минус рыбовичка. Плюс 1 для Гетаганка. И они играют в большинстве. Ну, как бы Роксам. Это, возможно, не помеха. Хотя вот сейчас уже будет сложно. 3-5. Минус от Димана мы видели в парочи. Опа! Смотрите, какая встреча. Ситос. Снова шотган. Ну, шотган в упор, конечно. Это просто вещь. И первый фраг от Верси также прошел. Минус негатив. Минус от Найса. Без потерь. 4-2. Второй раунд за Гетаганк. Ну, как бы, в общем-то, двойное преимущество. Мы сейчас наблюдаем. У команды Рокскиз. Еще три раунда до конца первой половины. Пока. Роксам удается сделать то, что они хотели. Хотели спокойно отыграть сегодняшний день. Полуфиналы и финалы. Конечно, забрать первое место. 5 тысяч плюс оплаченную путевку в Южную Корею на чемпионат мира. Минус от Ксито. Минус Тос. И Рокс уже имеет большинство. Вот теперь, конечно, будет посложнее защите. Возможно, это еще один раунд будет сейчас у Рокскиз, если получится. Сделать удачный размен. Еще один. Ну, вообще уже можно его не делать. Бомба установлена. Просто нужно принимать плент. Минус от Минимоби. Мерси его забрал. Но 4 в 3. Плюс 1 остается у Гетаганк. Все, плюс 2. Минус от Ксито. 4 на 2. И тут уже, наверное, не тащится. Минус от Минимоби. Знаю, где последний. Видели? И 1 в 4. С поставленным плентом остается липучка. Ну, тут просто куча-куча патронов в него. Тут залетает прифаерами. Взорвал негатива, кстати, на гранате. Вот его пытались поджать. Минус 2 дал. И накурил его Минимоби. С дыма снимает просто. Слишком красный был липучка. 5-2. 5-2 за Рокс Кис. Начало миссии. Ну что, 2 раунда остается. Наши краны где-то Ганк и Найс. Ближним планом как раз представители России и украинской команде. Ну и также у нас есть представитель Украины в российской команде. Это капитан Негатив. Минус от Негатива. Минус ТОС. Минус от Радаганска. Весь размен был вроде бы где-то в ЦКП. Не попадает ПРСи. Минус от Минимоби. Ну и вот туда вот. Хотел вам показать одного парня. Тут уже бесполезно. 6-2. Бешеная Аркада. Развалили ЦКП. Негатив успел прыгнуть респаунтом. Отрелоудился. И в принципе он бы тут зарешал. Начало миссии. Последний раунд. Последний раунд первой половины. И в принципе если его забирают сейчас Рокс Кис, мне кажется это будет просто мясо. Минус 2. ЦКП. Ну вообще да. По-моему посыпались Гетаганги уже. ТОС. ТОС не сдается. Минус от него. Где же ты? Вот он. 4 в 3. Рокс имеет преимущество. И сейчас просто разыграет его очень быстро. Я думаю хотя бы. Бывает по разу. Мурдогас дал минус. Пробили парочный. Сняли Димана. Ну давайте наверное переедем. Уже мы... Нет. Не успел. Я вам показывать липучку. Забрал ему негатив с гранаты. Просто прокидали точку и задавили. Задавили. Весь план ТОС остается один против четверых. Ну вот мы видели конечно в 9 сезоне был эйс. У него 1 в 5 раунд с шотганом. Это была фантастика. Но не сейчас. Сейчас поставили бомбу. Задавили. И 7-2. Счет первой половины. 3 раунда до победы. RockSkiss в 10 сезоне Intel Challenge. Ну и старт чемпионшипа нашего в принципе тоже. Так. Смотрим. Будет ли смена какая-то по оружию. По маскам кстати у нас здесь ТОС. Украинская маска. Найс на белорусская. Украинская. Украинская. Украинская маска везде. RockSkiss также украинская. 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 Тут стандартный такой набор пакет. Ничего не меняется. Супер мега дефолт. Который просто не победить. 4 ауга. Один снайпер. Все в черных скинах. ГПшных. Все в украинских масках. Так как их. А я готов. Так как их. Ну в принципе хуже всего видно. Для начала. На карте. Вот маска казахов. Там казахская маска. Она просто такая синяя. Ярко-синяя. Желтого цвета. Она светится на пол карты. Тебя видно там. С любого угла твою голову. Ну что ж. Первый раунд. Крайне важно выиграть. Где-то ганг сейчас за атаку. Ну а Рокскиз попытается сделать очень простую вещь. Выиграть три раунда подряд. И закончить чемпионат. 2-0. И очередной кубок забрать. И выиграть очередной титул. Все в принципе как всегда. Но я уже говорил в онлайн-трансляциях, что все-таки вряд ли кто-то сможет в этом сезоне обыграть Рокскиз. У меня вот все надежды на следующий сезон. Что вот там-то кто-то и зацепится. Сейчас очень много хороших игроков появилось. Но вот суперсильные команды пока еще нет соперникам. Рокскиз. Может быть сейчас где-то гангам что-то удастся. Но походу мы видим, что нет. Минус от негатива. 4 в 3. Мерси, липучка и тост. Втроем. Но мы видим тост. Ана Парыча все-таки добил он ксита. Готхант. От битвы снайперов произошла. Забрал он Мерси. Ну и 2 в 3. Тос и липучка. Сыграю вдвоем. Негатив. Готхантер. Дагаск. Против них. И тишина. Ну что, минута 22 секунды. Опять же, есть секунд 30, 35, 40. Вот на все про все. На самом деле у команды где-то ганг. Липучки и тост нужно создать уже движение. Потому что потом будет все печально. Ну что ж, смотрим. Нет, не ворвался никуда сейчас тост. Первый просто ставит ему негатив. Не запускает в дом. Липучка ставится 1 в 3. Ну и как бы... Решил вот накуриться. Да, и вот накурил его Готхант этим дымом. Ну что ж такое. Конечно, ВП смог. Вещь очень веселая. Здесь дым... Ну есть обычный дым, конечно. А есть дым, который коцает. И причем коцает так. 2-3 холса за секунду отнимает. Если так посидеть там... Секунд 5 очень неприятно вообще. Будем находиться. Минус от мини-моби. Минус. Найс. Липучка. Неужели это... Ну, по крайней мере... Защищают. Защищают плент. Да, защищают альфы. Сейчас Роксы. Снова с плюсом. Этот выход неудачно. Прошел размен для Агитаганг. И не могут они... Не могут они подойти. Сейчас позиция им тяжело. Им тяжело. Хотя... Сейчас посмотрим. Бомба была установлена. Ага, бомба была установлена. Один все-таки подошел. Ну да, гранаты через все потолки летают. Опять же, кто-то кого не знает. Они тут хорошо пробрасываются. Есть отдельный скилл на проброс гранат. Более дальний бросок. Он через всю карту вообще может шеварнуть гранату. Ну, в общем, очень весело здесь. У нас Агитаганги уже отстрелили Роксов. И уже в большинстве. У нас ждет два игрока. Остается Готхан. Ну-ка. Там Диман отлично играет. Сид. Без шансов. Без шансов. Выигрывает раунд Агитаганг. Хорошо. Начало миссии. Так, 8-3. Если я ничего не перепутал. Продолжаем смотреть за этой игрой. У нас, в принципе, все почти ясно. Но вот смогут ли, конечно же, гетаганги протащить серию раундов? Я почему не говорю, что не смогут все-таки. Потому что на Метавне им удалось делать серию удачных раундов. Но все-таки счет очень сложный. Хотя, если сейчас 3-4 подряд, то действительно у нас еще интрига возобновится в этом матче. Смотрим за продолжением. Да, бомба стоит. Все это время минус от Мини Моби. Врыв. Выбивание от Роксов. Минус от Ксита. Мансуется. Ооо. Закрыт стрит. Да, здесь дымы мешают. Найс. Ну, тут без шансов. Принимает его Родогас. Диффузится бомба. Второй раунд за атаку. И это девятый в сумме, если не ошибаюсь. Что, матч-пойнты? Все. Осталось выиграть команде Рокс Кис один единственный раунд. И они чемпионы. И они чемпионы. И очень уверенно они отыгрывают сегодняшний день. Могу я вам сказать. Полуфиналы. Финалы. Все было шикарно. Хотя команде пришлось пройти через стыковые матчи. Вышли со второго места группы. Пришлось отыграть стыковую встречу. Ну и, в принципе, она лишней не оказалась. Ну что, возможно, последний раунд матча. Вообще каждый раунд сейчас может быть последним. Команде Рокс Кис нужно взять один из шести. И все для них будет хорошо. Но идет о гангом шесть подряд за атаку. Минус от Димана. И вот начинается пока что успешно. Ненадолго. Минус от Минимоби. Тут война на длине и на парочи. Все принимается. Команде Рокс Кис. Остается Найс и Мерси. Найс дает минус. Его минусует. Остается Мерси. Он минусует негатива против Минимоби Родогаска. Остается один и два. И всего лишь нужно уничтожить Мерси и выиграть этот матч Роксам. Но Мерси не зря называется одним из лучших снайперов в поинт-бланке. Поэтому с ним надо быть крайне аккуратными. Просто пробросились хаешкой Рокс Кис. Чемпионы. Они уже привыкли. Они спокойны. Спокойно прошел финал. Абсолютно заслуженная, уверенная и четкая победа от Рокс Кис. И они в очередной раз будут представлять не только Россию, Украину. Вообще весь наш СНГ. На чемпионате мира в конце февраля. Уже это за точную дату. В Южной Корее пройдет еще один чемпионат мира поинт-бланку. Поинт-бланк Интернешнл Чемпионшип он называет. И там мы увидим команду Рокс Кис, которая будет бороться и отстаивать, и побеждать. Молодцы, ничего не скажешь. Награждение, вот кому интересно, оно будет после финала к подоте ориентировочно часов в 10. Но все может затянуться. Ну что, традиционное рукопожатие. Самое главное, что команда Гетто Ганг выполнила свою миссию на этот чемпионат. Они хотели очень попасть в финал. Они хотели занять второе место. Ну, это им удалось. До первого. Не дотащили. Не знаю, будем мы дальше видеть Тоса или нет. Все-таки он обещал, что это будет последний сезон. После этого он будет забивать. Очень жаль. В любом случае, Тос, мы тебя всегда рады видеть в поинт-бланке. Ну и, в принципе, все. Приглашаем потихонечку команды Na'Vi из R3 на сцену. И готовимся. Готовимся. К финалу по доте. Неимоверный, жесткий и супер напряженный матч. Скоро появится у микрофона Вилат. Поэтому ждите. Я думаю, ближайшие 20-30 минут все начнется.